Дома офицеров Каспийской флотилии Виссарион Григорьевич Белинский В детстве Виссарион научился письму и чтению у учительницы. Отец дал несколько уроков латыни. Белинский поступил в Чембарское уездное училище. В 1825 году он стал студентом губернской гимназии, но был отчислен на четвертом курсе. Затем юноша поступил в Московский университет на словесный факультет. Изначально его фамилия была Белинский. Виссарион изменил ее на более благозвучную. В 1829-1832 годах Белинский обучался на философском факультете Московского университета. В учебном заведении были ужасные условия. Из-за этого Белинский, слабый с детства, часто болел. У него было хроническое воспаление легких. В студенческие годы критик выступал против крепостного права. Он создал трагедию Дмитрий Калинин, которую не выпустили в печать. В итоге Биссариона исключили из университета, объяснив это слабостью здоровья и ограниченностью способностей. В 1835 году юноша познакомился с Марией Орловой. В 1843 году он на ней женился. В семье появилось две дочери и сын. Двое детей умерли в раннем возрасте. Виссарион посещал кружок Станкевича вместе с другими талантливыми студентами. Здесь он познакомился с Герценом, Огаревым. Руководителем кружка был Бакунин. Участники кружка изучали философскую систему Гегеля и теорию примирения с действительностью. Вскоре Белинский разочаровался в своих убеждениях и уверовал в социализм. Первой критической статьей Белинского, появившейся в журнале «Телескоп», были литературные мечтания «Элегия в прозе». В ней рассказывалось об историческом развитии русской литературы. Статья произвела на читателей сильное впечатление. Когда журнал «Телескоп» закрыли, Белинский остался без средств к существованию. Он пытался найти работу и издал русскую грамматику, которая не имела успеха. В этом году у Виссариона Григорьевича опять обострилась болезнь. Он уехал на Кавказ и лечился в Пятигорске. В 1838 году Белинский работал негласным редактором журнала «Московский наблюдатель». В следующем году он уехал в Петербург. Здесь критик работал в отделе отечественных записок. Его стараниями журнал занял первое место в литературе. В 1840-х годах здоровье Белинского ухудшилось. У него появилась чахотка. В 1846 году критик отправился в Одессу, чтобы улучшить здоровье. Вернувшись в Петербург, Виссарион Григорьевич начал работать в журнале «Современник». Он напечатал большую стачью и несколько библиографических заметок. В 1847 году болезнь обострилась. Белинский уехал в Зальцбрун. На курорте критик написал знаменитое письмо Гоголю, которое опубликовали лишь в 1905 году. Белинский боролся с болезнью и обращался к иностранным врачам. Он лечился во французском частном пансионате. Но результатов дорогостоящего лечения не было. Остались только долги. Виссарион Григорьевич Белинский умер 7 июня 1848 года, находясь в Санкт-Петербурге. Его похоронили на Волковском кладбище. Когда рядом с Белинским похоронили критика Добролюбова, эту часть кладбища назвали «Литераторские мостки». Не только писатели создают литературу, и в меньшей степени ее создают критики. Говорил русский мыслитель, писатель, публицист, философ Виссарион Белинский. И это справедливо, потому что во многом благодаря его статьям мир узнал Пушкина и целую плеяду русских поэтов и писателей. Родился Белинский в семье флотского врача. Дедом его был священник, отец Никифор. По семейным преданиям праведник Аскет и подвижник в селе Белыни в Пензенской губернии. От названия этого села и происходит фамилия писателя. Белинский по свидетельству современников учился очень неравномерно и бросил гимназию через три года, сочтя преподавание в ней неудовлетворительным. Он задумал поступить в Московский университет. И хотя его семья не могла оплатить проживание Виссариона в большом городе, тот заявил, что лучше будет бедствовать, чем откажется от учебы. Но несмотря на его тягу к знаниям, Белинский был исключен из университета. Формально из-за плохого состояния здоровья, а реальной причиной послужила пьеса, написанная студентом, в которой он активно выступил против крепостного права. Белинского приняли на работу в журналы «Молва и телескоп». Поначалу Виссарион размещал там переводы с французского, затем небольшие заметки, а в 1834 году опубликовал свою первую серьезную критическую статью под названием «Литературные мечтания». Она и сделала Белинского главным критиком в обоих журналах. В телескопе Белинский активно работал вплоть до закрытия издания в 1836 году. Закрытие журнала тоже было делом цензуры, с которой Белинскому предстояло столкнуться еще не один раз. Белинский еще однажды попробовал себя в роли писателя, сочинив драму из пяти актов, но произведение не имело успеха. Тогда он и понял, что его призвание – критика чужих трудов. В 1839 году Виссарион перебрался в Петербург и начал работать в отечественных записках. Здесь он проработал до 1846 года. В этот период Белинский разместил в журнале ряд статей о творчестве Лермонтова, Державина, Полежаева, Майкова, Пушкина. Белинский обладал таким принципиальным характером, что нещадно критиковал даже произведения своих близких друзей. Но тем ценнее и искреннее были его статьи. Тяжелая работа и длительный период бедности привели к тому, что у Белинского развилась чахотка, и он больше не мог писать статьи для журналов и на полгода уехал на юг России. Летом и осенью он отдыхал на юге, а потом начал работать в журнале «Современник», который издавали Николай Некрасов и Иван Панаев. Пытаясь спастись от прогрессирующей болезни, Белинский уехал по настоянию друзей еще дальше на лечение в Зальцбург. Находясь за границей, он написал открытое письмо Гоголю, которое в России распространялось через сам издат и было официально публиковано только в начале 20 века. Это были едкие и дерзкие строки о проблемах России. Именно из-за чтения этого письма к смертной казни был приговорен Достоевский. Впоследствии, правда, приговор был заменен на каторжные работы. Несмотря на надежду Белинского на выздоровление, заграничные врачи отказались бессильно его спасти. Он медленно ослабел, отказался от работы, которую тратил интерес под конец жизни и стремился вернуться на родину, чтобы не умереть на чужбине. Белинский ушел в июне 1848 года в возрасте 26 лет, как и желал на родине. Он был похоронен в Петербурге на Волковском кладбище.